Культурное наследие региона нуждается в особом внимании. Чиновники и общественники на встрече в Техническом университете обсуждают работу по охране памятников архитектуры и музейных ценностей. Она имеет место не только в сохранении того наследия, которое мы получаем, а еще и в популяризации те истоки, то, что должен знать каждый человек, то, что должен знать учащийся, школьник, наши дети, то поколение, которое мы воспитываем. Зачастую об истинном культурном богатстве собственного города или села не знают даже его жители. Представители партии КПРФ считают, что интерес к культурному наследию невозможен без знания истории родного края. Саратовский регион уникальный. Сочетание дворянской архитектуры и дворянского наследия с огромным купеческим наследием – это, пожалуй, потенциал, который мы могли бы использовать не только в туристическом, но и в научном направлении. У нас огромное сочетание стилей. Сегодня в области существует 26 музеев, которые имеют статус государственных или муниципальных, и еще около 160 – общественных и ведомственных. Чтобы повысить к ним интерес, сегодня используют самые современные методы, создают сайты и электронные версии экспонатов. То, что называется виртуальным музеем, оно не всегда соответствует той действительности. Это просто, так скажем, показ в электронном виде тех или иных экспонатов. А, в общем-то, возможность представления в трехмерном пространстве – это действительно новые возможности. Это привлечет интерес молодежи к коллекции, хранящейся в музее. В этом году в области может появиться первый настоящий виртуальный музей. Профильные чиновники считают, что это будет первым шагом к появлению у жителей реального интереса к культурному наследию региона. Людмила Самарина, Антон Романов, ТВ-центр, Саратов.